Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет драматичного триллера 2014 года «Чёрное море». Робинсон уже 30 лет работает на подводных лодках. Из них 11 лет он служит на субмаринах компании «Агора», которая занимается тем, что находит затонувшие суда и исследует их. Однажды начальство вызывает капитана в свой офис и увольняет мужчину, так как подводные лодки в их деле оказываются больше не нужны. Робинсон просит оставить его в компании, в которые он вложил всю свою душу, но руководство отказывается от услуг капитана, выплатив ему лишь небольшую компенсацию. Мужчина чувствует себя полностью потерянным, так как он развёлся с женой и потерял связь с ребёнком, из-за того, что большую часть времени проводил на работе. Робинсон с тоской смотрит на бывшую жену и сына, понимая, что он больше им не нужен. Агора также уволила двух коллег Робинсона, Блэки и Курстона, после чего все трое собираются в баре, чтобы подумать, как им зарабатывать на жизнь дальше. Курстон делится, что примерно за год до увольнения Агора собиралась отправить его в Чёрное море, где, по слухам, во время Второй мировой войны затонула нацистская подлодка, перевозившая золото, стоимостью несколько миллионов долларов. Однако на тот момент Агора не смогла получить официальное разрешение на поиски субмарины. Но сейчас товарищи могут самостоятельно организовать поисковую экспедицию. Робинсон и Блэки подхватывают идею, однако для её реализации нужны немалые деньги. Курстон и ещё один их коллега Дэниелс выходят на богатого бизнесмена Льюиса, который и может выступить спонсором поисковой операции. Робинсон просит у богача 180 тысяч долларов на экспедицию, чтобы арендовать старенькую советскую субмарину и нанять экипаж, состоящий на половину из британских и российских подводников, которые лучше знают Чёрное море и, очевидно, лучше знакомы с советской техникой. Льюис соглашается выделить требуемую сумму при условии, что он получит 30% от всего найденного золота. Быстро получив средства, Робинсон с товарищами нанимают опытных членов экипажа, с которыми возможно осуществить их сложнейшую миссию. Вот только Курстон куда-то бесследно пропадает. Вскоре появляется 18-летний Тобин, который представляется как близкий друг Курстона и рассказывает, что товарищ свёл счёты с жизнью из-за тяжелейшей депрессии. Робинсон, понимая, что ему нужны ещё люди, берёт Тобина на подлодку. Добравшись до Севастополя, команда ужасается тому, насколько печально выглядит старенькая подводная лодка, на которой им предстоит произвести погружение. Робинсон находит на борту всего лишь три спасательных костюма и решает не рассказывать о них остальным. Субмарина погружается под воду, а Робинсон, как капитан, приказывает отключить радио и не пользоваться им во время плавания, чтобы их не обнаружил российский Черноморский флот. Робинсон объявляет команде, что они охотятся за золотом нацистов, а найдя его, получат 70% добычи, которую поровну разделят между всеми членами экипажа. Некоторые подводники считают это несправедливым, уверенные, что золото нужно делить с учётом полезности каждого члена экипажа. Русские подводники сразу принимают в штыки юного Тобина, назвав мальца девственником и считая его плохим знаком на судне. Робинсон замечает, что Тобин постоянно пялится на экран телефона, а парень объясняет, что его подружка беременна, и он скоро станет отцом. Через несколько дней британец Фрейзер специально начинает накалять обстановку между английскими и российскими моряками, прилюдно назвав помоями еду, которую приготовил русский икок. Блэки служит переводчиком между иностранцами и объясняет Робинсону, что британские моряки хотят получить больше денег, считая себя более полезными в экспедиции. Вскоре Робинсон слышит жаркий спор между британцами и русскими, и с негодованием узнает, что Гиттенс без разрешения использовал радио, поспорив с русским коком, и этим едва не подставил всю команду. Робинсон в ярости уничтожает радио, которое было последней надеждой ребят на случай катастрофы. Капитан заявляет, что добыча будет поделена поровну между всеми, они согласны и могут прямо сейчас сваливать с подлодки. Фрейзеру не нравится такой расклад, и он прячет под одеждой большой нож. Тобина отправляют в машинное отделение, помогать механику Зайцева устранять образовавшуюся течь. Однако парнишка случайно крутит не тот вентиль, из-за чего горячие пары обжигают лицо Зайцева, а Блэки кричит на парня за невнимательность. В этот момент появляется Фрейзер, который сначала подливает масло в огонь, решив заступиться за Тобина, а затем неожиданно вонзает нож прямо в грудь Блэки. Смертельно раненый Блэки падает и случайно опрокидывает ёмкость с машинным маслом на раскалённые детали двигателя, что вызывает мощный взрыв, из-за которого субмарина идёт ко дну. Через 18 часов Робинсон приходит в себя, и с ужасом видит, что Блэки и Гиттенс сгорели заживо. Британцы рассказывают капитану, что случилось, и объясняют, что они захватили одну половину лодки, а русские – вторую, в которой хранятся запасы еды. Субмарина лежит на морском дне, и её ведущий вал вышел из строя, а без него подняться на поверхность невозможно. Робинсон хочет оторвать голову тупицы Фрейзеру, но понимает, что сейчас каждый человек на счету. Капитан идёт на другую половину судна, где пытается договориться с русскими о сотрудничестве, так как у них всего 36 часов до того, как полностью иссякнет заряд аккумуляторов. К счастью, Морозов, который неплохо знает английский, соглашается переводить слова Робинсона для своих. Капитан просит Морозова убедить остальных помочь им, а основную работу придётся выполнить механику Зайцеву и специалисту по сценарам Бабаю. Двое соглашаются, однако Зайцев предупреждает, что придушит Фрейзера собственными руками, как только они поднимутся на поверхность. Ребята создают мощные колебания, чем помогают Бабаю с помощью гидролокатора обнаружить крупный объект рядом с ними. Вот только подводник не уверен, это нацистская субмарина или очередная скала. Фрейзер, Тобин и Питерс надевают водолазное снаряжение и выбираются из-под лодки, чтобы обследовать обнаруженный объект. Сначала ребята думают, что это лишь скала, но внезапно земля осыпается, и под ней обнажается фашистская свастика. Трое пробираются в затонувшую субмарину, где видят множество скелетов нацистских солдат. Вскоре ребята обнаруживают не только подходящий для их подлодки ведущий вал, но и находят настоящее сокровище. Золотые слитки весом около 4 тонн, после чего пытаются доставить их на свою подлодку с помощью лебёдки. Груз оказывается слишком тяжёлым, и по пути слиток за слитком начинают падать в глубокое морское ущелье. Питерс пытается спасти падающие слитки, но внезапно его воздушный шланг рвётся, и мужчина стремительно падает в пропасть, а Тобин и Фрейзер не могут спасти беднягу, и вскоре возвращаются на свою подлодку. Зайцев с помощниками оперативно меняют ведущий вал, однако для управления субмариной требуется как минимум 9 человек, поэтому капитан приказывает Дэниелсу заменить погибшего подводника. Однако Дэниелс отказывается и зовёт Робинсона поговорить наедине, где признаётся, что вся эта экспедиция была тайно организована Агорой. Компания специально уволила Робинсона и подкинула ему информацию о затонувшей подлодке. Льюис не бизнесмен, а всего лишь нанятый актёр, а Курстон жив и здоров. Он получил приличную сумму от компании за обман Робинсона и Блэки. Если экипажу удастся найти золото, на поверхности их будут ждать Агора вместе с российским флотом, чтобы забрать всю добычу и арестовать экипаж субмарины за незаконное погружение. Узнав мрачную правду, подводники хотят растерзать Дэниелса. Но капитан приказывает запереть его в одной из кают, так как предатель, возможно, им ещё пригодится. Робинсон решается на отчаянное плавание. Через очень узкий участок между подводными скалами к берегам Турции, куда точно не сунутся преследователи. Однако у ребят остаётся всего лишь 14 часов до того, как аккумуляторы окончательно разрядятся. Добравшись до узкого ущелья, экипаж ужасается, решив, что они никогда не пройдут через него. Команда, считая, что это самоубийство, предлагает всплыть на поверхность и сдаться Агоре. Но капитан выхватывает пистолет и приказывает всем вернуться к своим обязанностям. Подлый Дэниелс убеждает Фрейзера убить единственного механика Зайцева, после чего у капитана не остаётся выбора, кроме как всплыть на поверхность. Фрейзер, решив, что это их единственный шанс на спасение, жестоко забивает Зайцева до смерти тяжёлым инструментом, после чего двигатели субмарины останавливаются. Дэниелс врёт, что Зайцев сам ударился головой при падении и умер, но капитан прекрасно понимает, что это дело рук предателя Дэниелса и психа Фрейзера. Однако решает пока оставить обоих в живых. Один из подводников пытается запустить двигатель, вот только это приводит к ещё одному взрыву, который вновь отправляет субмарину на морское дно. Через многочисленные течи в обшивке в лодку проникает вода, а команда не в силах устранить их. Рейнольд и Бабай пытаются выбраться из затопленного отсека, но Дэниелс специально закрывает перегородку, из-за чего оба погибают. Однако Карма настигает подлеца, и он цепляется своей одеждой за закрытый люк. Дэниелс умоляет Морозова помочь ему, но подводник не собирается спасать предателя, который вскоре захлёбывается водой. Морозов закрывает последнюю перегородку торпедного отсека, где кроме него находятся Робинсон и Тобин. Неожиданно капитан достает три спасательных костюма, и несмотря на протесты ребят, велит Тобину и Морозову надеть их и подняться на поверхность, пока он сам будет уравновешивать давление в лодке, после чего последует за ними с помощью аварийного рычага. Капитан запрещает Тобину брать с собой слиток золота, так как с ним он может не успеть выбраться с глубины. Как только вода начинает проникать внутрь, Тобин и Морозов забираются в торпедный отсек, а капитан дёргает за рычаг. Вскоре двое всплывают на поверхность и видят неподалёку турецкий берег. Тобин хочет дождаться Робинсона, но Морозов объясняет, что капитан пожертвовал собой, так как кто-то должен был нажать на рычаг торпедного аппарата, а никакого аварийного рычага на этой подлодке нет. Вскоре на поверхность всплывает третий спасательный костюм. Вот только внутри него находится не Робинсон, на слитке золота и фотография с семьёй капитана. В это время сам Робинсон покорно дожидается своей участи, с нежностью вспоминая самых близких ему людей. Как вам фильм «Чёрное море»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!